За три года существования проекта более 130 тысяч человек по всей стране прошли обучение в Ранхикс. 112 тысяч из них смогли найти работу, мечты. В числе востребованных программ – менеджер маркетплейсов, бухгалтер, аналитик данных или, например, консультант-психолог. Такую профессию для себя выбрала Галина Калашникова. Сейчас она на пенсии, но сидеть на лавочке у подъезда сразу не входило в ее планы. Полученные знания мне пригодятся в дальнейшем и в повседневной жизни, и в поиске работы. Профессия – это психолог-рисультант сейчас очень востребована, начиная с бывшими воинами СВО, потом подростки, семейные отношения. Одним из главных плюсов, как признается Галина Михайловна, стал формат обучения. Программы проходят в онлайн-режиме. К слову, это и прибавило популярности курсам по всему Забайкалью. Только за прошлый год обучения прошли 270 человек. На этот год подано уже более полутора тысяч заявок. Мы в основном работаем в этом году и в прошлом году в онлайн-формате, потому что люди не могут приехать сюда обучаться на длительный такой период времени. Поэтому основная масса групп, потому что они сборные из разных населенных пунктов и из города Читы, мы людей ориентируем, что будет обучение в удобном, комфортном для них формате. Они все дома и все учатся. А помогают в этом опытные наставники, в их числе педагоги из филиала «Ранхикс» и другие профессиональные практики. Те, чья деятельность напрямую связана с обучающей программой. Надежда Серова, например, ведет курсы маркетинга и СММ. Процесс обучения построен на работе в сети интернет. Слушатели создают чаты, пользуются электронными дисками с домашней или самостоятельной работой. Иными словами, вовлечены в процесс обучения круглосуточно. Это как люди, которые хотят работать СММ-специалистами, зарабатывать на этом с компаниями или, возможно, продвигать себя в социальных сетях как эксперта. Также приходят владельцы бизнесов, которые хотят продвигать свой бизнес либо самостоятельно, если это мало, либо понимать, какие вещи делегировать специалисту. Либо же для общего развития, потому что сфера СММ современная, новая. Ну и всегда интересно, что происходит в этом мире. Иными словами, простор для саморазвития есть. Участниками могут стать как женщины в декрете, люди предпенсионного возраста, безработные и не имеющие среднеспециального и высшего образования, так и молодежь, которая только мечтает найти себе дело по душе. Чтобы подать заявление на обучение в Центр занятости, нужно пройти на портал «Работа в России», авторизироваться с помощью логина и пароля для государственных услуг, затем выбрать вкладку «Все услуги», там найти подраздел «Образовательные программы», выбрать интересующую программу и, соответственно, подать заявление. Эльшат Сафаров, Анатолий Тюльнев, РТК «За Байкалье».